Компания «Промкомплект» предлагает насосы, задвижки и клапаны, фланцы, отводы, вентили, термометры и манометры, люки канализационные, вентиляторы. «Промкомплект» – все для бесперебойной работы промышленных предприятий, качественно и по разумным ценам. «Промкомплект» – монтажников 1, телефон 75 15 85. Это «Наше время» с новостями вторника, 4 августа. Готовы поделиться мои коллеги и я, Мирики Ульманов. Здравствуйте. Как Оренбург превращается в город каменных джунглей? Зелень вырубили и разрыли котлован, то есть построительство очередного нового дома. Если так и дальше пойдет, я думаю, от лесопосадки вообще ничего не останется. В южном поселке города строители массово вырубают лесопосадку. На месте зеленой зоны растут многоэтажные дома. Жертвы ростовщиков, жители города за небольшую сумму закладывают в ломбарде автош, машины и квартиры. Вот только вернуть свое имущество из ломбарда практически нереально. В основном все люди думают, что это их не касается. Касается. Я тоже так думала, что моей семье это не коснется. Почему в полиции отказываются реагировать на заявления бездомных оренбуржцев? И интернет под контроль. Половина россиян высказалась за цензуру в глобальной паутине. Что по этому поводу думают оренбургские блогеры и жители города? Очередной выброс газа в Оренбурге. Сегодня около 7 часов утра в городскую диспетчерскую службу поступили десятки звонков от жителей улиц Казаковской, Гая, 9 января, проспекта Паркового и ряда других улиц в центре Оренбурга. Люди жаловались на резкий запах сероводорода на улице. Выехала лаборатория, соответственно провели, взяли пробу анализа воздуха и мы получили информацию о том, что где-то без 20, наверное, час, о том, что превышение ПДК по данному запаху не обнаружено. А в том районе нет ни одного предприятия, которое бы занималось переработкой, складированием и еще чем-то. Остается только одно мнение, что это перевозки веществ, которые, соответственно, и выдают такой запах. На место сразу же выехали экологи. После долгих поисков специалистам удалось таки установить предположительный источник запаха канализации. Им оказалось одно из крупнейших предприятий Оренбурга. Какое именно, экологи пока не называют. Сейчас сотрудники экологической службы Оренбургской области совместно с правоохранителями организовали проверку по факту выброса в атмосферу диоксида серы. И напомню, это уже второй похожий случай за последние четыре дня. В прошлую пятницу жители также жаловались на удушающий запах канализации. Концентрация сероводорода в воздухе в районе улиц Бурзианцево, Кобозево и Пушкинской превышала норму в шесть раз. Тем временем жители южного поселка Оренбурга бьют тревогу. На улице Амурской массово вырубают лесопосадку. Под топор уже пустили сотни деревьев. На месте некогда зеленой зоны строители начали возводить многоэтажные дома. Почему городские чиновники дали разрешение на уничтожение гектаров зеленых насаждений? Масштабы вырубки оценили Екатерина Волкова и Владимир Семенов. Зелень вырубили и разрыли котлован, то есть построительство очередного нового дома. Если так и дальше пойдет, я думаю, от лесопосадки вообще ничего не останется. В поселке Южный стремительно меняется пейзаж. На улице Амурской вырубают деревья. Под пилы и топоры, по словам Виктора, попали уже больше сотни лиственниц осин тополей. А вместо них с невероятной скоростью растут жилые здания и образовываются все новые котлованы. Зеленый район превратили в большую стройку, то есть дома так строят, что мы просто будем смотреть в окна будущим жильцам. От некогда огромного лесного массива остался небольшой зеленый островок. Жителям даже гадать долго не пришлось, под что расчистили площадку. Мешает, шум такой постоянно стоит и вообще гулять даже нельзя. Вместо зеленого оазиса – каменные джунгли. Строительство домов здесь идет буквально ударными темпами. Здесь распилен уже каждый метр, но жители поселка Южный с этим мириться никак не желают и требуют оставить. Зеленую зону. Объекты может быть и нужны, только вот место для них выбрали весьма неудачное. Жители утверждают, что в городе есть альтернативные участки, гораздо больше подходящие для строительства. А теперь к уже имеющимся социальным проблемам появится еще одна – загазованность. Другой раз утром встанешь, дышать нечем. Деревья, считают жители, нужно сохранить и вместо домов разбить большой парк, которого в поселке Южный до сих пор нет. Скверы будут, но позже, заверили сегодня в городской администрации. Они предусмотрены генеральным планом. Парки появятся след за возведенными многоэтажками. Что же касается домов на Амурской, то их запланировали еще в 2008 году. Там запланировано три дома ведомственных, один из них уже построен, силовых структур. На очереди еще два, уже участки определены, просто ждут открытия финансирования и так далее. Плюс несколько участков администрация города с торгов отдала под строительство многоэтажного жилья. Плюс там предусмотрено еще строительство встроенной, пристроенной поликлиники. Долгое время, по словам начальника департамента градостроительства Сергея Бринева, в поселке Южный не было нормальной инфраструктуры, хотя он и является частью города. К 2020 году поселок Южный, как обещают в мэрии, будет ничуть не хуже новых микрорайонов, когда-то называвшихся «мертвым городом». Екатерина Волкова, Владимир Семенов. Наше время. Оренбуржцы страдают от ростовщиков. Несколько семей убеждают, что лишились жилья из-за деятельности ломбарда «Автош». Люди уверяют, что займы в этом заведении дают под залог жилья. Правда, доказать это ни в судах, ни в полиции пока не смогли. Некоторые уже готовы переселяться буквально на улицу. Нам некуда идти. Не знаю. У нас есть гараж. Жестяной гараж и вправду может стать местом жительства Галины, ее мужа и четырехлетнего сына. Из квартиры в центре города их постановил выселить в суд. А все из-за ошибки супруга. Мужчина решил занять сто тысяч в автоломбарде. Занять под залог жилья. Делаем договор купли-продажи. Регистрируем право передачи квартиры. Когда нам деньги возвращаются, естественно, мы тебе квартиру на тебя обратно переоформляем. Тут бы от идеи стоило отказаться. Но муж Галины пошел на сделку. Женщина клянется позже, вместе с супругом, они пытались вернуть в автоломбард автоши сумму долгой и проценты. Но получить обратно единственную квартиру так и не смогли. Соотношение 100 тысяч и однокомнатная квартира, которая стоит 2 миллиона, они изначально знали, что деньги не нужны. Они бы их не брали. Мы считаем, что это сразу был развод на то, чтобы забрать у нас квартиру. Отнять оказалось несложно. С документами о покупке новые владельцы пошли в суд и выиграли. Почти бездомная семья пыталась найти защиты в полиции. Но вместо этого едва не потеряла там собственное заявление. За перемещениями документа лучше следить по схеме, иначе не мудрено запутаться. Первое заявление было написано от 02-06 в 1-й отдел полиции Ленинского района, которую в свою очередь отправили это заявление в 3-й отдел полиции Держинского района. А те вернули спустя месяц обратно в 1-й. На вот это все возвращение, это заняло у них 2 месяца. То есть по факту они делом не разбирались. Зато сегодня стало известно, уголовное дело в полиции решили не заводить. Ведь муж Галины собственноручно подписал договор купли-продажи. Вроде как и автош тут совсем ни при чем. Только история семьи Шляпиных не уникальна. Эта девушка, клянется, заложила в том же ломбарде 2 квартиры. Вернуть не смогла ни одну. Я пыталась вернуть денежные средства хозяину автоломбарда у автош Гариба Мураду. Он мне сказал, что нет, ты мне ничего не должна. Мы у тебя купили эту квартиру и все. Вообще руководство общества автош держится уверенно. По телефону божится, что ростовщичеством не промышляет, а в наших героях вообще клиентов не признает. Ну я вам скажу, люди, которые к вам обратились, это мошенники. То есть эти люди вообще не были вашими клиентами, вы с ними не знакомы? Нет, они знакомы мне, но они не мои клиенты. Сужают в автоши деньги под залог или нет, можно было бы проверить экспериментальным путем. Только вот солидный офис временно недоступен. Несмотря на будний день и рабочее время, дверь общества автош на замке. Так что узнать об условиях работы автоломбарда и об его ответственности перед клиентами попросту неоткуда. Но судя по внешнему виду двери, клиенты, вероятно, уже обращались сюда за комментариями. Такой вариант вполне возможен. Ведь несколько клиентов коммерсанта Гарибова уже обращались в прокуратуру с жалобами на ростовщичество. Через суд сотрудники ведомства смогли прекратить деятельность индивидуального предпринимателя Гарибова. Теперь готовы заняться компанией автош. Полагаю, что здесь необходимо, соответственно, тщательно проверить правоохранительному органу. Но я, соответственно, уже тоже принял к сведению, будем организовывать проверку уже в отношении юридического лица. Видимо, Гарибов уже понял, понял, что как ИП осуществлять свою деятельность не может, начал деятельность уже как от имени юридического лица. Пока же юристы и правоохранители призывают горожан на органы надеяться, но и самим не плашать, и ни в коем случае не соглашаться на сомнительные финансовые сделки. Елена Кузнецова, Станислав Доминов, «Наше время». Если вы тоже пострадали от деятельности ломбарда «Автош», звоните в редакцию. Наш телефон 310462. Глобальную паутину в паутину контроля. Почти половина россиян высказалась за цензуру в интернете. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения после проведенного исследования. 49% пользователей предлагают тотально ограничивать доступ к сайтам, на которых могут размещаться материалы экстремистского характера, порнография, а также критика во власти. Те же опрошенные считают, что в случае массовых протестов в стране интернет и вовсе нужно отключить. Наш корреспондент Виталий Сапожников поговорил с известными оренбургскими блогерами и политиками и выяснил, реально ли контролировать всемирную сеть и нужна ли эта цензура на самом деле. О том, что интернет в стране вовсе не пространство абсолютной свободы, говорят уже давно. Еще в прошлом году в социологических исследованиях речь зашла о поддержке интернет-ограничений. Мы получили данные в ЦИОМа о том, что большой процент населения высказался в пользу цензуры, но в пользу цензуры не идеологической, а в плане морально-этической. И вот результат новых исследований. Половина россиян за цензуру в интернете. На этот раз уже ожидаемо. Ведь помоек в сети хватает. Это сообщество курицы. Здесь и эротика, и экстремизм расцвели пышным цветом. Как раз против таких интернет-ресурсов и нужно бы установить барьеры. Но ограничиться ли только этим? Предполагается, что это будет цензура насилия, экстремизма, сцен паранорафического характера. А истинной целью, мне кажется, являются именно какие-то вопросы, связанные с политикой. То есть будут на стадии зародыша душиться какие-то вещи, закрываться какие-то вещи, которые могут представлять ту или иную опасность для режима. Именно ограничение свободы слова под вывеской борьбы с порнографией опасаются популярные блогеры и сетевые активисты. Журналист Дмитрий Урбанович уверен, цензура неуместна ни в интернете, нигде бы то ни было еще. В интернете уже все, что можно ограничено, существующими законами. Если те, кто одобряет и имеет в виду порнографию, то у нас существуют законы против порнографии. Если те, кто одобряет и имеет в виду какой-то экстремизм, у нас имеются законы против экстремизма. Дополнительно вводить ничего не надо. А вот эта позиция, я хочу сказать, рабская. Она совершенно рабская и очень печальна. Депутат законодательного собрания от КПРФ Максим Амелин за ограничения в сети, но в пределах разумного. Если высказывать свое мнение на каком-нибудь форуме, при этом никого не оскорбляя и не призывая к экстремизму, ничего предосудительного в этом нет. Контролю за огромным потоком информации можно поучиться у зарубежных стран. Кое-где опыт уже имеется. В нашем мире существует много государства с разным уровнем фильтрации доступа. То есть есть знаменитый китайский опыт, там у них Великая Китайская Стена, так называемая, там порядка 30 тысяч человек постоянно работает над тем, чтобы некий нежелательный контент не приходил в Китай. Безусловно, полностью закрыть доступ невозможно. И даже полностью для всех ограничить его, мне кажется, очень технически сложно. Но мы же понимаем с вами, что идет речь о населении в целом, а население, оно не всегда может там воспользоваться некоторыми техническими ухищрениями, которые позволяют открыть доступ ко всему контенту. Но тот, кому надо, и в этом солидарны все, до запрещенной информации обязательно доберется, какие бы фильтры ни стояли. И со временем, если цензура в сети будет усиливаться, интернат станет площадкой для соревнований между хакерами и контролерами, кто кого опередит. Виталий Сапожников, Дмитрий Примачек, Наше Время. Нужна ли цензура в глобальной паутине? И от чего нужно очистить интернет? Мнение горожан сегодня услышали мои коллеги. Для детей, да? Это однозначно. Потому что они лезут, им все это интересно, но у нас могут такое сбросить, что молодой ум сплющится, сквадратится. Ну, во-первых, доступ для маленьких. То, что не все им дозволено. Они же лазят, где попало. Ну, не знаю, я считаю, что нет. Потому что люди там пишут, что хотят, что говорят, как бы, это уже их личное мнение. Ну, наверное, какие-то должны быть ограничения обязательно, а то и похапчено, все такие вещи допускать никак нельзя. Мне кажется, даже не то, что в интернете, а везде человек, если он матерится, значит, он не воспитан. Борьба уже идет, как бы, с несознанной лексикой. И да, я считаю, это правильно. К другим темам. На Донбассе нашли якобы десантников из Оренбурга. Миссия ОБСЕ опубликовала отчет, в котором упоминается вооруженный охранник склада с боеприпасами на территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Он заявил, что вместе с другими охранниками служат в 16-й воздушно-десантной бригаде из Оренбурга, сообщает интернет-сайт РБК. Министерство обороны России пока не дает комментариев по поводу этого заявления. А вот как на это сообщение отреагировали в Кремле. Агентство РИА Новости приводит слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. К слову, никакая десантная бригада в Оренбурге, как известно, не дислоцируется. И напомню, что Оренбургская область не первый раз упоминается в новостях, касающихся военных действий в Новороссии. В сентябре прошлого года украинская активистка выложила в сеть в списке российских десантников, якобы погибших на Донбассе. Имена, фамилии и даты рождения которых полностью совпали с данными живых и здоровых футболистов Оренбургского газовика. Еще и с тем дня Оренбургская таможня открыла горячую линию для сообщений о санкционных продуктах питания. Ведомстве просят жителей звонить и заявлять о случаях незаконного ввоза в наш регион товаров из санкционного списка, а также фактах продажи, хранения и складирования этих продуктов. В санкционный список, напомню, входят мясо, рыба, колбасы, молочные продукты, фрукты и овощи из стран Европы и США. На Оренбургской таможне отмечают, ведомства совместно с Роспотребнадзором и Россельхознадзором начинают работу по выявлению товаров, запрещенных к ввозу в Россию. Вот только как контролирующие органы будут уничтожать санкционные продукты, питание пока не ясно. От комментариев сотрудники таможни, Роспотребнадзора и Россельхознадзора воздерживаются, так как в ведомствах нет указаний, как ликвидировать запрещенные товары Запада. Телеканал «Регион» и местное общественное движение «Окраина» продолжают одноименный проект. Теперь жители самых забытых уголков города будут услышаны. Коммунальные проблемы, бездействие полиции и равнодушие чиновников со всеми своими бедами можно обращаться на горячую линию проекта. Сегодня наша съемочная группа и активисты «Окраины» работали в промышленном районе Оренбурга. Жуткие кадры аварии на улице Пролетарской уже привычное дело. И местные жители даже не удивляются, если услышат, что здесь снова сбили человека. Ведь в зоне видимости нет ни одного пешеходного перехода. Здесь буквально вот сбили женщину с ребенка. Малыш насмерть. Куда тапочки, куда что отлетел он разбился. Ровным счетом такая же ситуация на улице Немовской. Чтобы перейти на другую сторону, нужно успеть проскочить перед несущимся автомобилем. А ведь именно через эти дороги у местной детворы лежит путь в школу. Отпускать свою внучку одну Надежда Захарова боится и крепко держит девочку за руку. Говорят, путь к знаниям не бывает легким. Но в данном случае он получается в буквальном смысле экстремальным. Я одна очень боюсь ходить, потому что у нас... Вот у меня подругу сбили, слава богу, не насмерть. И я очень хочу, чтобы пешеходные переходы, чтобы сделали на Немовской, когда дети ходят в школу, и на Пролетарской, потому что здесь очень опасно ходить. О том, что здесь опасно ходить, в Управлении по организации дорожного движения города знают, но пожимают плечами. Говорят, поставить два знака, в общем-то, не проблема. Но по закону... Пешеходный переход предусматривает собой строительство тротуаров по обоим сторонам проезжей части. Строительство подходов от тротуаров к проезжей части. Установку искусственного освещения. А это миллионы бюджетных денег. Хотя заявка, конечно, есть, но ответа, когда именно появятся пешеходные переходы, пока нет. Вообще, ждать обещанного местным жителям уже не в новинку. Водители называют эту дорогу дорогой жизни, потому что она убойная. Это просто если доехал с конца до конца, наверное, ты, так сказать, счастливчик. Так люди отзываются о дороге на улице Астраханской. Вообще, плохими дорогами уже никого не удивишь. Но жители говорят, это особый случай. Каждый раз перед выборами ее клянутся отремонтировать, а сразу после выборов благополучно забывают. И вот уже много лет Астраханская, как оскомина на языке. На коляске не проедешь ни зимой, ни летом. После дождей тоже ужасно. Даже такси вызовешь, к нам не едут. Вот видите, сами наглядно бампер. Машина низкая. Вот даже на элементарной этой ямке я вот все время чиркаю. Но если автомобилисты по этим колдобинам хоть как-то проезжают, то для Анатолия Сергеевича такие ямы – непреодолимое препятствие. Однажды по Астраханскому он пытался проехать один, без помощи родственников и соседей. Да перевернулся вместе с коляской. У него даже вот электрическую дали. Да, пролетарская я его сопровождаю, потому что ямой он может перевернуться. Местные жители не понимают, почему они оказались на окраине жизни. Ведь проблем действительно много, но чиновники привыкли закрывать на них глаза. Например, на улице Комунной нет ни единого фонаря. Освещение год назад вроде начали делать, да сразу бросили. Почему? Ответить все же придется. Люди написали коллективную жалобу в администрацию города. Будем ждать ответа. Надеяться и ждать. Юлия Гафарова, Дмитрий Примачек. Наше время. Свалку за Армадой ликвидируют в течение месяца. Убирать хлам будет владелец земельного участка компания «Теплоаквасервис», которая принадлежит Армаде. Напомню, в одной из наших программ мы рассказывали, что стихийная свалка в степном поселке росла не один год, достигнув размера в шесть футбольных полей. При этом собственник участка, компания «Теплоаквасервис», не удосужилась принять элементарных мер экологической безопасности. Ситуации заинтересовались в Росприроднадзоре и прокуратуре. В итоге решением Держинского районного суда Оренбурга собственника обязали вывести весь бытовой хлам, строительные отходы и металлолом. Чтобы зимой было тепло, на Сахмарской ТЭС завершается подготовка к отопительному сезону. На эти цели планируется потратить около 200 миллионов рублей. Деньги пойдут как на капитальный ремонт оборудования, так и на его диагностику. Кроме этого, проведены испытания и ремонт внутристанционных тепловых сетей. Редактор субтитров А.Семкин